Мир вам, друзья! Что вы знаете о праведности? Праведность человека, что, по-вашему, она из себя представляет? Каждый из нас хочет выглядеть хорошо в глазах других. В какой-то мере каждый из нас беспокоится о собственной праведности. Но, по большей части, максимум наших усилий мы затрачиваем на то, чтобы внешнюю, видимую для глаз людей сторону нашей праведности сохранить безупречной. И, наверное, это хорошо, это неплохо. Плохо, когда мы упускаем вторую, невидимую для глаз человека сторону праведности, обратную сторону праведности, видимую для Бога. Об этом мы сегодня и поговорим. Знаете ли вы, что сейчас происходит на обратной стороне Луны? Я тоже не знаю. Сзади звучит вопрос «Зачем?» И это справедливый вопрос. Это нам без надобности. В повседневной жизни это знание большинству из нас никак не поможет. Может быть, это просто нам неинтересно. Мало кто, наверное, из нас увлекается астрономией, астрофизикой. Я думаю, что это неинтересно равно столько же, как, например, неинтересно жителю Таирова, что сейчас происходит на поселке Котовского. И наоборот. Как-то круг интересов у нас как-то сам собой формируется, и то, что не попадает в него, нас как-то не волнует. Но знаете, что независимо от нашего интереса, по вечерам мы видим только одну сторону Луны. Конечно, каждый вечер она немножко изменяет свой вид. Мы видим, можем увидеть разные ракурсы, но все равно всю картину сразу не объять. Люди давно обратили внимание на то, что у всякой медали есть две стороны. У денежных знаков есть две стороны. У жизни человека есть две стороны. И подлинность монеты, и значимость медали должны подтверждать обе ее стороны. Но согласитесь, что это за монета, что это за банкнота, где разный номинал на стороне. Не поймешь, что это такое. Я не представляю, кто согласится носить медаль, где с одной стороны за отвагу, а с другой стороны за трусость. Подлинность жизни давно уже проверяют временем. Потому что время, оно обязательно засвечивает вторую сторону медали. Оно обязательно показывает вторую составляющую того, кто ты есть на самом деле. Сегодня я хочу предложить нам порассуждать об обратной стороне праведности. Вашей праведности. Я буду рассуждать о своей праведности. Чтобы мы порассуждали об обратной стороне нашей праведности. Задумывались ли вы когда-нибудь об этой стороне своей жизни? Что находится на этой стороне моего существования, моего мировоззрения, моего христианского пути? Под обратной стороной праведности я подразумеваю та сторона, которую видит Бог. И которую я не могу скрыть от Него, не могу приукрасить. Лицевая сторона это то, что видим мы. Для нас это лицевая. Оно к нам обращено. Мы к людям обращаем. То, что хотим, на что бы люди обратили внимание. Бог когда-то будет оценивать нашу с вами праведность, наше хождение перед Ним. И я думаю, что наверняка свой осмотр он начнет именно с этой второй стороны. Потому что сам он находится в тайне, и он видит тайное. Итак, обратная сторона праведности. Собственно, две стороны праведности это наша суровая реальность, друзья. Я думаю, все мы знакомы с таким состоянием, настроением. Мы знаем, какие испытываем эмоции, чувства, которые нас наполняют. Когда нам нужно решать какие-то спорные или конфликтные вопросы с кем-то. Приходилось ли вам с кем-то спорить, друзья? Кому-то доказывать свою точку зрения? Или кому-то объяснить, что он неправ? Приходилось? Я думаю, приходилось. Дома ли, на работе ли, но приходилось. Я думаю, вы сейчас вспомните и поймете, вот о чем идет речь. Когда ты, может быть, внешне спокоен. Гранит, монолит. Может быть, ты даже улыбаешься. А внутри ты столько уже сказал. А внутри ты уже сделал все, что никогда не сделал бы руками. И вот она, реальность нашей жизни. То есть, есть часть, которую видят люди, и которую мы стараемся сохранить этот статус. А есть то, что происходит на обратной стороне. В том числе и на обратной стороне моей праведности. Христос говорил, что если наша с вами праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то смотреть в сторону Царствия Божьего можно. Мечтать о Нем можно. Верить в Него можно. Ждать Его можно. Но войти нельзя. А помните, как Христос называл этих людей? Книжников и фарисеев. Говорит, гробы окрашенные. Лицемеры. Страшная вещь, страшная оценка была произнесена Христом. И вот наша с вами праведность, она точно имеет две стороны. И у подлинной праведности их тоже две. Но она потому и подлинная, что эти две стороны говорят об одном и том же. Я хочу предложить нам прочесть один текст, записанный в послании к римлянам, второй главе. Римлянам, вторая глава. Мы сегодня будем из этого послания, из разных глав, еще читать несколько отрывков. И вот апостол Павел здесь, на мой взгляд, очень жестко пишет. Такие, знаете, жесткие слова. И когда их читаешь, ну не хочется их применять к себе. Во всяком случае, мне не очень хочется. И вот что пишет Павел. Вторая глава послания к римлянам, 17 стиха. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом. И знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец, ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Не знаю, где таких нашел людей, апостол Павел. Кажется, что таких верующих людей не существует. Не должно существовать, не может существовать. Это как-то нелогично, это как-то неестественно. Но Павел описывает таких вот людей, которые все знают о себе, очень высокого мнения. Уверены, что на них должны ориентироваться окружающие. Что у них есть что сказать. Есть кого в чем поправить. Что они образец эталон. А дальше он обращает на обратную сторону вот этой внешней праведности. И говорит, а как же ты сам себя не учишь? Почему проповедуя правильно, делаешь неправильно? Почему хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Вот эта ситуация, которую здесь рассматривает апостол, это как раз, на мой взгляд, тот случай, когда одна сторона медали полностью обесценивает другую. Эта праведность не настоящая, это подделка. Может быть, в лучшем случае это самоправедность, самообман, а в худшем это лицемерие. Еще один текст, который хочется предложить, чтобы мы задумались о сути сказанного в этих словах, это книга малого пророка, пророка Михея. Михея, 6 глава, 10 стих. Здесь как бы вопрос звучит со стороны самого Бога. «Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная?» Я пересчитаю. «Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная?» Вот это вот и теперь говорит о том, что в тот момент, когда вот Бог произносит эти слова, в тот момент, когда Бог обращается к своему народу, Он говорит, даже сейчас, когда я к вам обращаюсь, в доме того, кто нечестив, находится сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная. Вы никогда не думали, почему уменьшенная мера, вот здесь названа отвратительной, она отвратительна для Бога? Что противно, что отвращает Бога? Никогда не задумывались, друзья? Понимаете, что такое мера, да? Это гиря, если вот так взять, сравнить. Когда-то были на привозе, кто давно, последний раз был на привозе? Я был очень давно, потому что сейчас как бы ближе все в основном супермаркеты. А раньше, когда ходишь на привоз, вот знаете, я был подростком, есть такое понятие подростковая дружба. Вот, будучи подростком, у меня был такой же друг-подросток. Его мама работала на привозе, продавала тюльку на развес. И этот мой друг все время помогал маме там работать. И он был по сравнению с нами, другими подростками, сказочно богатым человеком по тому времени. Он мог себе позволить все то, что никто из нас не мог себе позволить. И как-то я пошел с ним, ну, за компанию, постоять с ним день, когда он работал. Он помогал маме на втором лотке торговать этой рыбой. И интересная была особенность. Вы знаете, когда человек берет на развес товар, насыпается в кулечек, кладется на весы этот кулек, с другой стороны ставится гиря. Я заметил хитрость небольшую. У него была еще одна маленькая гирька с небольшим крючочком, которая вешалась вот так вот, там на весах такая скоба была. Там немного, 15-20 грамм вешалось. Но за целый день он уходил с полными карманами денег. И это было очень соблазнительно. Казалось, вот он легкий путь получить деньги. Вот он легкий путь, немножко, ты же немного украл. В общем количестве, ну, это же кто же сосчитает, кроме тебя. А вот Бог интересно здесь говорит, не находится ли теперь в доме нечестивого уменьшенная мера отвратительная. То есть вот это говорит о том, что человек принял для себя, вот такой выбор сделал, что он не откажется от того пути, которым он обогащается. Он не откажется ни за что. Пусть говорит с ним Бог, пусть происходит что угодно, но это мой, это мой выбор. И вот Богу противно, когда искажается эталон. Мера – это эталон. Когда ты берешь сыпучие продукты, ты хочешь знать, сколько у тебя должна быть мера, должен быть эталон, с чем-то нужно сравнить. И мы, христиане, призваны являть миру праведности Иисуса Христа. Вот ту праведность, которая нам, не которую мы заработали, а которая нам вменена. И я думаю, что эта праведность эталонна. И вот, оказывается, на нас тут лежит задача не исказить эталон. Вы никогда не рассуждали над своим хождением, как христианина, что на вас лежит ответственность не исказить эталон? Ну, с чем даже грешники должны сравнивать свой жизненный путь, друзья? И христиане, призванные окружающим, являть этот эталон. Но эта мера должна быть точной. И вот интересно, если оценивать себя в таком ракурсе, я когда себе задавал вопрос, я себе задаю вопрос и думаю, вот эта вот гиря, вот эта вот мера. Если взять, допустим, к примеру, мою жизнь как эталон по отношению к кому-то. Вот кто-то же смотрит на вас, потому что вы говорите, что вы христиане. Кто-то же смотрит и понимает, что, ну, надо бы поступать как вы. Так как вы, это как? То есть вот полностью, как я, или только в том ракурсе, как я, как в церкви. Что значит поступать как я? Что на второй стороне моей праведности? Не уменьшена ли эта мера? Снаружи она правильная, а внутри не врет ли? Наверное, сложно представить что-то худшее, чем искаженный эталон. Если то, на что равняются остальные, будет фальшивить, то это будет, ну, это крах будет. Вот представьте себе, что если будут обманывать часы, врать часы, на которые ориентируется весь мир. Сейчас, конечно, это атомные часы, сложно, чтобы они обманывали, как-то люди там на это ориентируются. Но все-таки, вот если взять часы, на которые ориентируется весь мир. Если они начнут врать, вся подлость этого, знаете, в чем? Что мир так до конца и не узнает никогда, до самого завершения своего пути земного, что он был обманут, что он ориентировался не на то. Потому что врал эталон. Он смотрел на эталон, но врал эталон. Эталон обманывал. И поэтому Бог говорит, что вот уменьшенная мера, она очень отвратительна, она неприятна. Потому что искажается основа основ. Есть то, что да и аминь, и это не должно быть искажено. И если ты назвался тем, кто соответствует этому, да и аминь, не искажай эталон. Послание к римлянам, 14 глава, я прочту с 14 стиха. Римлянам, 14 глава, с 14 стиха. «Я знаю, говорит апостол Павел, и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищей огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер, да не хулиться ваше доброе». Вот я попробую обратить внимание на слова, которые здесь Павел, на мой взгляд, не так они ярко звучат, как остальные, но очень важны. «Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер». Он затрагивает очень интересную сферу здесь, апостол Павел, сферу моего личного, сферу того, что мне нравится, и сферу того, что я хочу. У вас есть вещи, которые вы хотите, друзья? Мы когда подходим к холодильнику, открываем его и смотрим, что же я хочу. Есть даже такая шутка, что холодильник, даже если он пустой, все равно собирает десяток просмотров в день как минимум. Вдруг там что-то появилось. Есть вещи, которые я хочу. Кто меня ограничит в том, что я хочу? Только я сам. Кто мне судья в том, что я хочу? Если, допустим, это вопрос такой второстепенный, что мне кушать, что нет. А вот апостол Павел очень интересно предлагает вот это вот свое «я хочу» оценить с точки зрения вот такого эталона, как любовь. Проверить вот этим вот качеством. И он говорит, что оказывается, что то, что я хочу, может повредить тому, за кого умер Христос. Вот такие вот бывают стечения обстоятельств. И если я, друг, понимаю, что то, что я хочу, это может привести вот к такой краху чьей-то жизни, краху чьей-то веры, то вот тут, может, стоит прислушаться к тому, что говорит Павел. Говорит, не губи, не губи того, за кого Христос на Голгофов зашел. То есть речь идет о соблазне каком-то. И вот апостол Павел рассматривает здесь любовь, как эталон, как мерой, которой стоит проверять все свои решения и действия. Особенно, которые я делаю, потому что я вижу себя свободным. Потому что я могу делать. Павел. Вы знаете, мы чаще всего думаем, что вот свобода – это то, что я могу делать. Но так или нет? Мы жили в несвободное время, нам нельзя было читать Библию, да, но нельзя было, допустим, старые члены церкви рассказывают, нельзя было приводить детей в собрание. То есть нельзя. То есть свобода – это то, что мне делать нельзя. Отсюда у нас появляется такое вот логическое продолжение мысли, что если я могу делать, если мне можно делать, вот в этом и моя свобода. А апостол Павел здесь свою свободу рассматривает очень интересно. Он рассматривает не с той точки зрения, что он может делать, что он хочет делать, а что он не будет делать. Вот интересно. Оказывается, настоящая свобода – это не в том, чтобы идти на поводу у своего «я хочу», невзирая ни на что, потому что я могу. А я не буду. Вот я свободен. Я не буду. Потому что есть высший интерес. Вы знаете, мы живем с вами в обществе, где очень много зависимых людей. И это не только химическая зависимость, это не только зависимость от табакокурения, или алкоголя, или наркотическая. Это не только зависимость от интернета, или от компьютерных игр. Нас окружают люди, зависимые от собственных желаний. И мы одни из них, в большей или меньшей степени. И вот это вот «я хочу» очень часто перекрывает все, все ценности, все приоритеты. «Я хочу». Это мое желание. Это мое стремление. И апостол Павел предлагает вот это вот собственное «я хочу» проверить любовью, измерить любовью, приложить к эталону, как вот оно перекрывается, нет, соответствует ли. И вот очень интересно, он предлагает даже то доброе, что ты делаешь, он говорит «да не хулиться ваше доброе». Даже то доброе, что ты делаешь, проверять на истинность. Вы делали когда-то добрые дела, друзья? Думаю, да. Многих из вас добро, я, допустим, даже в своей жизни ощутил. Мы всегда делаем, как христиане, стремимся делать добрые дела. Это нормально. Но апостол Павел предлагает посмотреть на то, что ты делаешь доброе, так на то, чтобы оно не вызывало хулы у тех, к кому это добро адресовано. Проверить это любовью. Интересно, здесь тонкий подход. Оказывается, что очень часто люди делают доброе не потому, что любят того, кому делают доброе, а потому, что любят себя. Себя в этом добре находят, себя в этом добре реализуют. Плохо это ли, хорошо, не мне сейчас это оценивать. Но Павел предлагает посмотреть так, чтобы то доброе, что ты делаешь, то хорошее, чтобы оно не хулилось. Это сложно. Послание к римлянам, 14 глава, 22 стих. Ты имеешь веру, это вопрос, ты имеешь веру, и ответ, имей ее сам в себе перед Богом. Имея ее сам в себе перед Богом. Вы никогда не встречали людей, которые заявляли о себе, я верю, потому что? Думаю, знакомы с такими людьми. Мы иногда сами в какой-то беседе объясняем кому-то, говорим, я верующий, потому что? Но очень часто бывает, что вот это потому что становится вот как бы самым главным. И если у другого, рядом стоящего, вот это потому что не так ярко выражено, или не так вот хорошо заметно, или вообще отсутствует, то другой уже вроде бы и неверующий. И вот апостол Павел предлагает вот этот вопрос внутреннего мира оценивать очень интересно. Он говорит, ты имеешь веру, это хорошо, имей ее перед Богом. Вот Бог действительно будет ее оценивать, Он действительно ее будет проверять. Ему действительно это интересно, это важно. А по отношению к ближним, поступай по любви, говорит. И Он очень хорошо предлагает разобраться в том, что у тебя сегодня перед Богом. Ведь по сути своей, в тот момент, когда все мы сверкаем лицевой стороной медали, Бог видит и обратную сторону нашей праведности. Его взгляд не такой, как у человека, Он как бы просматривает нас изнутри. И Он сразу видит, что подлинно, а что фантик. Друзья, если нам с вами неинтересно, что находится на обратной стороне Луны, я думаю, в этом нет ничего страшного. Может быть, даже это нормально. Хуже, когда нам неинтересно, что составляет нашу обратную, обратную сторону нашей праведности, нашего христианства. Хуже, когда мы не хотим даже знать, что находится на второй стороне медали. Прячемся сами от этого. И было бы неплохо, если бы мы смогли трезво оценить обе эти стороны. И здесь главный критерий оценки, это подтверждает ли одна сторона медали другую. Подтверждается ли номинал, который мы заявляем с одной стороны, другой, обратной стороной. То есть, подлинно ли монета, подлинно ли медаль, подлинно ли жизнь, подлинно ли праведность, должны подтверждать вот эту подлинность обе стороны. Если с одной стороны все благополучно, благопристойно и чинно, должно быть также и с другой стороны. Номинал должен соответствовать. Сегодня интересный день, день, когда мы будем благословлять учеников. Вы никогда не задумывались о том, что задача ученика, христианина, как, впрочем, и служащего, как, впрочем, и начальствующего христианина, я не знаю, там, просто работника какого-то, не просто отучиться, не просто взять максимум от той системы, в которой ты вращаешься и работаешь, но и максимум для себя. Но и явить праведность. Вот на том месте, где ты находишься, явить праведность. Почему-то, вот я могу ошибаться, но мне кажется, что мы как-то ограничили вот проявление праведности нашим присутствием в церкви, присутствием, может быть, на каких-то общениях христианских. То есть вот как-то мы, у кого-то здесь шире границы, конечно, стоят, ну, то есть вот мы поставили границы для тех проявлений нашей праведности. Вот тут я праведен, вот тут я праведен, вот тут я праведен, вот тут чуть-чуть праведен, вот тут завтра буду праведным. То есть как бы вот мы ставим какие-то границы. А вот если взять меня, как, не надо вот там церковного человека, допустим, который там проповедует, поет в хоре, может быть, там, стихи читает, я не знаю, там, в воскресной школе какое-то дело делает, там, ну, еще. то есть вот в церкви я вот такой вот, если взять меня в быту, взять меня на работе, вот там я праведен, то есть вот там номинал, вот есть моя церковная праведность и есть моя праведность вне церковная, домашняя, служебная, если хотите, вот тут номинал соответствует, одна сторона другую подтверждает, неплохо, чтобы это было предметом молитвы нашей, когда мы будем молиться и о детях, которые будут идти учиться, и о самих себе. И да благословит нас Господь, если это понадобится нам после трезвой самооценки, привести в порядок собственную праведность, а особенно обратную ее сторону, чтобы не обесценивалась видимая ее сторона. Аминь. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова